Приветствую вас, Андрей. И вы знаете, интересная получается история у вас. Для военного человека, для военного человека, я бы сказал, что слишком ярко выращенное противоречие у вас имеет место быть в вашем тексте. И, как мне кажется, именно оно не мешает вам, как бы, находиться в гармонии с собой. Смотрите, вы пишете. Были с девочкой в отношениях два года, жили вместе, но последние полгода все постоянно при косяк. А почему за два года вы не создали семью, если вы были вместе два года? Я военный, когда уехала в командировку за 4 месяца, она сказала, что больше не верит в наши отношения, не нужно расстаться. Это нормально, это ее выбор. Не все женщины, не каждый человек способен переносить столь длительную разлуку со своим любимым, тем более, что она понимает, что, скорее всего, командировка это не последняя, что вы будете уезжать еще, а ее это не устраивает. Начал доказывать, что она делает ошибку и все наладится. Как именно? Как именно вы начали доказывать и что именно наладится? Это первое. Второе. Для чего доказывать? Ну, человек решил. Это ее право. Если вы ее любите, почему не приняли ее выбор сразу? Значит, здесь какая-то личная заинтересованность. Вопрос в том, какая? В чем? Она продолжала говорить, что не верит в отношения, что ей комфортнее быть одной. Ну, опять же, опять же, так это или не так, это неизвестно, но раз она говорит, ее выбор нужно уважать. Перестал ее беспокоить звонками и доводами, через неделю позвонил и сказал, что уважаю выборы, что она была права, обсудили ошибки спокойно, она с ними согласилась. Так. Здесь начинается самое интересное. Интересное. Вы говорите, что? Значит, перестал ее беспокоить звонками и доводами. В принципе, правильно, что перестали. Через неделю позвонил и сказал, что уважаю ее выбор и что она была права. То есть, вы ей позвонили и сказали, что уважаете ее выбор, что она была права в том, что хочет с вами расстаться. Обсудили ошибки спокойно. С какой целью? Она с ними согласилась, с тем, что эти ошибки были, но все равно не верит, что можно вернуть и попрощались. Но это же логично. Это же логично. Ошибки были? Были. Были. Вы просто их приняли, вы просто их озвучили, но она не хочет их исправлять, потому что считает это невозможным. А вы позвонили ей, чтобы подтвердить ее выбор. Вы манипулировали? Или вы были искренним в своем, так сказать, решении принять ее выбор? На мой взгляд здесь есть что-то непонятное, что-то, ну я бы сказал, что-то, знаете, противоречивое. Есть ли шанс на возобновление отношений? Есть, если вы вернетесь, если вы не будете уезжать в командировки, если вы готовы ради девочки полностью поменять свой образ жизни. Есть именно шанс, но не факт, что она вернется к вам в результате того, что вы будете делать. Поэтому я думаю, что вам нужно вначале прикинуть, готовы ли вы менять свой образ жизни для себя, если вас не устраивает то, что вы делаете, то, чем вы занимаетесь. Это А и Б. Если девушка, то есть если вы будете это делать, то воспринимать это нужно именно как шанс, то есть не как обязательное условие. То есть девушка не обязательно вернется к вам, если вы, значит, ну что-то сделаете. Это Б и В. Вы пишите, есть ли шанс того, что отношения возобновятся. При уровне информации, которую вы предоставили, нельзя ответить на этот вопрос. Может быть, вы ошиблись и написали в раздел, значит, в раздел эзотерики, я не знаю, конечно. Вот, но здесь это просто как какой-то элемент гадания имеет место быть. Вот так. То есть подумайте над тем, зачем вам все это надо и почему вас так это беспокоит, трогают и так далее. И настолько ли вам нравится то, что вы военный. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Мы уже готовы! uleк Сама Без tied Продолжение следует...